Арк МТВ представляет Думайте хорошо о других людях. Я бы хотел продолжить обсуждение аята, посвященного сохранению чести и достоинства мусульман, и том, как порой легко разрушить чью-то честь, распространяя слухи и сплетни про него. Несмотря на то, что эти аяты были не спосланы про мать правоверных Аишу, да будет доволен ею Аллах, Всевышний Аллах не только не упомянул ее имени, но даже не указал на нее посредством местоимения. То есть, Аллах не сказал «те, которые возвели навет на нее, не было ни ее имени, ни местоимений, указывающих на нее». Никакого указания на мать правоверных. Почему? Поскольку в этих аятах содержится мудрость, которая применима не только к тому случаю, но также актуальна на все времена. Принципы, которые были изложены в этих словах Аллаха, актуальны на все времена. На прошлой хутбе я говорил с вами о достоинствах этих аятов. И сегодня я хотел бы напомнить вам о том, что есть две группы людей, которые подпадают под грех в этих аятах. Каждая из них совершила определенный вид греха. Первая группа – это злые, порочные люди, которые не оставляют никакого места для сомнений. Они стремятся говорить плохо о людях, распространять о них слухи, они хотят создавать скандалы, сеять подозрения. И они делают это либо открыто, используя для этого скверные слова, либо с помощью жестов, либо высказывая свои предположения, при этом не говоря ничего прямо, чтобы не бросать на себя тень. Это группа – порочные, скверные люди, которые либо открыто говорят мерзкие и порочные вещи про других, либо просто подбрасывают какую-то мысль, какой-то слух, чтобы уже другие люди измышляли и распространяли эти ложные слухи. Но также есть и другая группа грешников, которых мы намного сильнее должны опасаться. Это беспечные люди, те, которые слышат подобные слухи и измышления, но при этом не реагируют на них подобающим и разумным образом. Их реакция порой бывает неосторожной и опрометчивой. Я начну с того, что эти аяты являются уникальными. Обычно Аллах в Коране порицает нас за какие-то действия, за то, что мы сделали или делаем. Например, тех, кто не совершает молитву, тех, кто совершает многобожие, тех, кто убивает, кто ворует, кто обманывает. Все это действия, или тех, кто совершает грехи словами, например, злословит или оскорбляет кого-то, как гумаза или люмаза. Все это деяния, совершаемые людьми. Однако в этом аяте Аллах порицает не действия. Это первое, на что я обращаю ваше внимание. Аллах порицает здесь мысли людей. По исламу мы знаем, что даже если у нас появляются скверные мысли, мы не несем за них ответственность, до тех пор, пока не станем действовать согласно ним. А так, шайтан в любое время может прийти и научать вам что-то злое. И пока мы не совершим то, что наущает шайтан, мы не ответственны за эти мысли. Достаточно сказать «а'узу билляхи мина шайтану р-раджим», прибегая к защите Аллаха. Но складывается ощущение, что когда речь идет о нахождении и оправдании для своих братьев и сестер по вере, особенно когда речь идет об их чести и достоинстве, их личности, то в этом случае даже мысли и предположения – это то, что гневит Аллаха. Даже мысли. Вы ничего не сказали. Вы просто подумали. Но Аллах порицает вас даже за мысли об этом. Далее, изучая эти аяты, мы увидим, что Аллах порицает также и речи. Поскольку, если вы думаете о чем-то нехорошем, то в конце концов вы можете и произнести это. Но в аяте, который мы собираемся обсудить, говорится не о произнесенных словах, а о мыслях. Аллах говорит, «Как же так получилось, что как только вы услышали об этом, как только вы услышали слухи о верующем, первую же секунду». Верующие мужчины и верующие женщины должны были хорошо подумать о самих себе. Как же получилось, что вы не подумали о них хорошо? Аллах критикует здесь не за слова или действия, а за мысли. Здесь Всевышний Аллах дает нам понять, насколько сильно мы должны заботиться о достоинстве и чести наших братьев и сестер по вере. Давайте вернемся на шаг раньше. Я хочу, чтобы вы поняли, насколько чутко Коран относится к этой теме, и насколько уникальны эти аяты. Уверен, вы слышали о том принципе, как человек является невиновным, пока его вина не будет доказана. Вы слышали об этом раньше. Человек не считается виновным, пока его вина не будет доказана. Сегодня действует другой принцип. Ты невиновен, пока не докажут, что ты мусульманин. Но сейчас не об этом. Итак, человек невиновен, пока его вина не будет доказана. Суть в том, что пока не будут предъявлены доказательства, я не могу вас в чем-то обвинять. Если кто-то обвинит меня в чем-то, например, скажет «Ноуман украл» или «Абдул-Карим нарушил закон» или еще что-то, вы скажете «Я не подтвержу это, пока не увижу доказательства». Если вы покажете мне доказательства, то, возможно, я поверю вам. А пока я не буду подтверждать ваши обвинения. Вы не говорите, что «Я» или «Абдул-Карим невиновны». И при этом вы не говорите, что «Мы виновны». Вы просто говорите «Я не знаю». Но когда речь заходит о чести и целомудрии, о личности верующего, то здесь принцип уже другой. Знаете, во всех других случаях мы придерживаемся правила. Аллах говорит в Коране, «Если нечестивец принесет вам какую-нибудь весть, то разузнайте». Удостоверьтесь в ней. Проверьте эту информацию. И пока вы не подтвердите ее, вы не будете ничего говорить. Но когда речь заходит о сохранении чести и достоинства верующего, Всевышний Аллах установил совершенно иной принцип. Первая часть этого принципа такова. Вы сразу же должны не только подумать «Я не знаю», вы должны сразу же засомневаться в этом. Вы тут же должны сказать себе «Это ложь, это ошибка». Да, это трудно понять с первого раза. У вас нет доказательств, чтобы назвать кого-то виновным. И у вас нет доказательств, чтобы объявить кого-то невиновным. Вы не можете сделать ни то, ни другое. Вы просто услышали о чем-то. Так вот, если вы всего лишь услышали о чем-то, то в этом аяте Аллах говорит вам «Первое. Вы не должны даже подумать, что они могут быть виновны». И более того, вы обязаны сказать «Это очевидная ложь». Приведу вам практический пример, чтобы вы хорошо поняли, о чем идет речь. Представим, что вы отправились за покупками, и, выйдя из магазина, вы увидели своего знакомого мусульманина, который идет вместе с женщиной. Вы такой думаете, «Вроде он не женат. Что здесь происходит? Почему они идут вместе? Почему они разговаривают друг с другом? Лучше сниму-ка я их». И он снимает и отправляет фото по ватсапу, и снизу пишет «Как это понимать, астахфируллах? Я не могу поверить, как испортились сегодня мусульмане». Хорошо, если вы сделали так, то в вашем представлении у вас есть доказательства, и кто-то может ответить вам «Ну, не знаю, возможно, они говорят о работе, может, они не делают ничего запретного, может быть, тебе просто показалось, и не стоит заранее делать выводы», и так далее, и тому подобное. «Я утверждаю, что ваш поступок был греховным». И то, что ответили вам, также является греховным. Если они написали «Ну, я не знаю, мы не можем говорить уверенно, пока у нас не будет явных доказательств, тебе надо проследить за ними до самой машины, чтобы точно выяснить, то это тоже будет грехом». Аллах говорит, что нашей реакции должно быть самое первое – подумать хорошо о братье-мусульманине. И второе – сразу же сказать «Это ложь». Это очевидная, явная ложь. Кто-то скажет «Как же это может быть ложью? Ведь есть же предположения, указывающие на это». Нет, когда речь идет о чести верующего, Аллах повелевает вам назвать это ложью. Даже если у нас нет доказательств в его невиновности, нам велено назвать это очевидной и явной ложью. Почему же вы, когда услышали это, не сказали «Это явная ложь»? Таким образом, если кто-то показывает вам фото, то, зная, что Аллах говорит об этом в Коране, вы должны сказать «Это ложь». Если вам скажут «Что значит ложь? Посмотри на фото». Вы должны отбросить этот смартфон в сторону и снова повторить «Это ложь». Таково повеление Аллаха. Это говорит о том, насколько рьяно мы должны защищать честь братьев и сестер по вере. Кстати, этот принцип безусловного оправдания неприменим внутри семьи. Он применим только к верующим за пределами семьи. А так, внутри семьи муж может засомневаться в жене, жена может засомневаться в муже, братья и сестры могут засомневаться в честности друг друга. Если вы хорошо знаете кого-то и у вас появились подозрения относительно него, то это другой вопрос, если вы близки к этому человеку. Но за пределами семьи мы говорим «Это явная ложь». Когда речь идет о чести верующих, мы не должны говорить ни слова, ни даже жестом что-то показывать. Теперь давайте извлечем еще один урок из этого аята. Аллах говорит «Верующие мужчины и верующие женщины». Всевышний Аллах конкретизировал верующих мужчин и верующих женщин. Хотя в арабском языке слово «аль-му'минун» – «верующие» – может относиться как к мужчинам, так и к женщинам. Например, когда Аллах говорит «Преуспели верующие». Он говорит не только о верующих мужчинах. Слово «аль-му'минун» включает в себя как верующих мужчин, так и верующих женщин. Но когда Аллах говорит «Верующие мужчины и верующие женщины», Он дает нам понять, что то, как делают предположения мужчины, отличается от того, как делают предположения женщины. И Аллах говорит, что и те, и другие неправы, что каждый из них по-своему совершает грех. Еще мы отметим то, что принцип безусловного оправдания – это признак не ислама, а признак имана. Аллах не сказал. Он сказал «Если бы вы были му'минами, если бы иман, вера, по-настоящему проникла в ваше сердце, то у вас не возникли бы подобные мысли о ком-то другом». Это было признаком того, что с иманом что-то не так. Затем Аллах добавляет. Кстати, вернемся к нашему примеру. Если вы кого-то увидели и начали говорить о них, и строить предположения, то вы говорили не о себе, а о них. Но Аллах говорит, «Лау ла إذ سمعتموهو ظنّا المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا». Почему же, когда вы услышали об этом, вы не подумали о самих себе хорошо? Аллах говорит мне и вам, что, когда мы делаем подобные предположения о других, то согласно суждению Аллаха вы на самом деле делаете эти оскорбительные предположения о самих себе. Всевышний Аллах также напоминает нам о том, чему нас учил Пророк, мир ему и благословение. Это умма, подобно единому телу. Поэтому, если вы вредите своей руке, то тем самым вы вредите самому себе. Вредить одной части тела – это все равно, что вредить всему телу. Перед Аллахом вы оскорбили не кого-то другого, а самого себя. Поэтому Аллах говорит. Почему же, когда вы услышали об этом, верующие мужчины и женщины не подумали о самих себе, хорошее, и не сказали «это очевидная ложь». Есть нечестивцы, которые берут какие-то факты и затем искажают их, превращают их в то, к чему склоняется их нечестивый разум. И они создают из этого самую скверную историю, желая потом раскрутить ее. И мы должны останавливать тех, кто распространяет подобные мысли и слухи. Таково повеление Аллаха. Я знаю, порой, когда мы слышим, как при нас о ком-то злословят или распространяют сплетни, нам трудно остановить их, поскольку мы не хотим создавать конфликтную ситуацию, не хотим показаться грубыми. То, что этот человек разрывает чье-то достоинство в клочья – это нормально, можно потерпеть. Но, кстати, высказаться против этого – что вы? Нет, нет, нужно же быть вежливым. Аллах говорит, среди вас есть те, кто слушают эту скверну. Вы просто слушаете это и ничего не предпринимаете. Аллах же хочет, чтобы вы высказались против этого и, более того, сделали это в жесткой манере. Он желает, чтобы вы жестко реагировали на тех, кто говорит подобные вещи. И чтобы вы сказали им – это явная ложь. Так мы даем им понять. Все, закрыли тему. Но как же доказательства? Я видел их вместе. Я проследил за ними. Я видел, как они вместе вышли из здания. Я видел то, я видел это. Я записал их на видео. Такому мы скажем – послушай, что Аллах, Велик Он и Возвышен, упоминает далее. Он говорит в следующем аяте. «Лау ла жаау алейхи би арба'ат шюхадах». Почему же они не привели для подтверждения этого четырех свидетелей? Аллах как бы говорит – никому не интересно то, что ты один там увидел. Сколько свидетелей тебе требовалось? Четыре. Среди ученых возник вопрос – четыре свидетеля чего? Четыре свидетеля того, как люди общались друг с другом? Четыре свидетеля того, как Аиша, да будет доволен ею Аллах, ехала на верблюде рядом с Сафваном ибнульму'атталем, который шел рядом? Многие люди видели, как они возвращаются. Намного больше четырех. Сотни людей видели, как они возвращаются. Итак, четыре свидетеля чего? И среди ученых нет особых разногласий в этом вопросе, поскольку ранее в Коране, в той же суре говорится, что требуются четыре свидетеля самого акта прелюбодеяния. Пока вы не услышите, как четыре человека говорят – «Я видел, как они совершали прелюбодеяние». Пока вы не услышите это, вы не имеете права открывать свой рот. Вот как Аллах защитил честь и достоинство людей. Мы часто слышим, что в исламе действует очень суровое наказание за прелюбодеяние. На самом деле, это наказание не за прелюбодеяние, как таковое. Это наказание за прелюбодеяние, совершаемое открыто, при людях, когда как минимум четыре человека могут увидеть это. Когда вы совершаете преступление против общества, то это уже не какой-то частный грех. Это преступление против самого общества. Это открытое распространение бесстыдства, и это наказуемо. Причем в любом обществе. Например, в этой стране есть закон против публичного проявления непристойности. В других странах тоже есть подобные законы. В этом аяте Всевышний Аллах как бы задает вопрос «Значит, ты что-то видел? А где же твои четыре свидетеля?» Кто-то скажет «Даже если у меня нет четырех свидетелей, это не значит, что я лгу». Ну, получается, что ты лжешь, поскольку Аллах далее говорит, «Если они не привели свидетелей с самого акта прелюбодеяния, то перед Аллахом они являются лжецами». И в таком случае уже не важно, что они там видели. Тот факт, что они сделали предположение Кстати, в этих аятах не приводится слово «претензия» или «обвинение». В них говорится «Ифк» – измышленная ложь. То есть, они предположили что-то, сделали какой-то намек, они даже не сказали что-то определенное, а просто ляпнули, не знаю, что там происходит, я просто говорю, что вижу. Этого уже достаточно. Этого достаточно, чтобы Аллах упрекнул их. Где ваши четыре свидетеля перед тем, как даже предполагать что-то подобное? И для Аллаха эти люди являются настоящими лжецами. Теперь задумайтесь о том, что я только что сказал. Задумайтесь о том, что Аллах ниспослал в этих аятах и том, насколько далеко мы ушли от этого коранического принципа, насколько далеки мы от этого. Не потому, что мы стали настолько грешными, а потому, что мы стали беспечными. Мы стали беспечными, поскольку мы не знаем, что Аллах говорит нам в Коране. Мы не знаем, насколько этот принцип строгий. На прошлой хутбе я говорил, что эти аяты пришли спустя 30 дней, в течение которых умма пребывала в смятении. 30 дней мусульмане не знали, что делать в этой ситуации. И поскольку скандал разрастался по всей Медине, мусульмане не знали, как реагировать на это. И затем, наконец, пришли эти аяты. Поскольку мусульмане были в полном смятении, не зная, что делать, в следующем аяте Аллах говорит «Если бы не милосердие и милость Аллаха к вам в этом мире и в последней жизни, то за ваши пространные речи, за ваши беспечные разговоры вас коснулись бы великие мучения». И слово «ифадла» на арабском означает ситуацию, когда вы разливаете воду, и когда она растекается во всех направлениях, как в аяте а-хадже. Затем стекаетесь туда, куда стекаются остальные люди. То есть, люди во время хаджа двигаются так, как будто течет большой поток воды. В этом аяте Аллах говорит, что из-за ртов людей слова разливались во всех направлениях, и они беспечно болтали, как будто это какая-то мелочь. Так вот, если бы не особая милость Аллаха к ним в этой жизни и в следующей жизни, то их коснулось бы великое мучение. Из-за того, что они беспечно болтали своими языками, разливая слова во все стороны. Это особая милость Аллаха, который спас их от великих мучений. Но эти мучения могли коснуться их не только в последней жизни. В первую очередь, этот грех уникален, поскольку Аллах порицает их не только за их слова, но и за их мысли. Это первое. Второе. Аллах дал понять, что наказание могло их коснуться не только в следующей жизни, но и в этой, поскольку Аллах сказал, что Он проявил к ним милость в этой жизни и в следующей. Это значит, что когда люди совершают подобное преступление, когда люди становятся настолько беспечными, Аллах может наказать их в этой жизни. И затем еще раз, уже в следующей жизни. В этой жизни, и затем еще раз, уже в следующей жизни. Если вы посмотрите на другие грехи, упомянутые в Коране, то в основном Аллах говорит о грехах, за которые преступники заплатят в последующей жизни. Например, когда Аллах говорит о людях, которые совершили многобожие, то наказание за этот грех их ждет не в этой жизни, а в следующей. За неверие люди заплатят в следующей жизни. Таким образом, есть преступления и грехи, за которые люди избегнут наказания в этой жизни. К примеру, Аллах говорит, «Неужели те, которые совершают злодеяния, полагают, что они спасутся от наказания?» как же скверно они судят, поскольку они обязательно понесут наказание, но не здесь, а в следующей жизни. Но когда речь идет об этом грехе, когда речь идет о скверных предположениях о других людях, когда речь даже о простом болтании языком о других людях, об их чести и достоинстве, то Аллах говорит, что только благодаря Его особой милости наказание не настигло их уже в этой жизни, и затем еще раз в следующей. Теперь пугающая часть этой истории. И заключается она вот в чем. Эта история взята в некоторой степени от самой Аиши, да будет доволен ею Аллах. Она говорит, «выннасу юфидуна», то же самое слово, она говорит, что в то время, когда она болела, люди болтали своими языками во все стороны, распространяя слухи о ней, которые начали нечестивцы. То есть, лишь малая часть была скверными нечестивцами, начавшими все это, а остальные мединцы просто были беспечными. И это продолжалось 30 дней. Но вот в чем дело. Аллах оказал им милость, потому что они не знали, как лучше поступить. Другими словами, если бы эти аяты были ниспосланы, но они все равно поступили бы так, тогда бы они заплатили в этой жизни и в следующей. И дело в том, что эти аяты уже пришли. Они в Коране. Поэтому у нас, с вами, уже нет никаких оправданий. Мы уже не можем сказать, «Ой, мы понятия не имели об этом». Поэтому нас тоже коснется особая милость Аллаха. Постойте, разве эти аяты были ниспосланы не вам? А может, у вас просто не было времени открыть и прочитать их? Вы не знали, каковы принципы Аллаха по этому вопросу? Вы не знали, какую цену заплатились подвижники? Заплатил Пророк, мир ему и благословение, и его семья? Вы не знали, какую цену им пришлось заплатить, чтобы были ниспосланы эти аяты? Вы не осознавали их значимости? Чья это вина? Кто несет ответственность за это? Разве мы сейчас можем сказать, «Ну, мы не знали, как надо вести себя в такой ситуации»? Нет, у нас совершенно нет оправдания. Но, по крайней мере, мы можем осознать это, пока мы живы. Кстати, когда мы слышим подобные хутбы, то нам очень легко начать думать, «Брат, я знаю человека, который реально нуждается в этом напоминании». Мы никогда не думаем о самих себе в этот момент. Мы думаем только о том, лишь бы эта лекция была в Ютубе, чтобы мы могли отправить ссылку тем, кто должен послушать это. Но мы не думаем, что это нужно нам в первую очередь. Видите? Наш разум запрограммирован таким образом, чтобы плохо думать о других, думать, что другие нуждаются в совете. И почти никогда мы не думаем про себя, что это мы в первую очередь нуждаемся в этих советах. Мы с вами должны в первую очередь примерять эти аяты на самих себя, поскольку мы очень легко можем стать беспечными людьми. Ведь если подобные слухи распространялись по всей Медине, которую обучал сам посланник Аллаха, мир ему и благословение, то что тогда говорить про нас? Если еще донис посылание этих аятов, Аиша, да будет доволен ею, Аллах сказала, что весь город говорил об этом. Все говорили об этом. Все люди трепались своими языками. Этот хадис, сахих аль-Бухари, если такое случилось с ними, то ни вы, ни я не защищены от беспечности в этом вопросе. И мы должны сделать шаг назад и попросить Аллаха, Велик Он и Возвышен, простить нас за нашу беспечность, когда речь идет о задевании чести других людей. Сегодня очень легко впасть в этот грех. Достаточно просто написать пару комментариев в соцсетях, достаточно отправить сообщение или просто ссылку. Знаете, что очень пугает меня? В те времена, если вы говорили про кого-то, то вас мог услышать один человек и затем сразу забыть. Но сегодня, когда вы выкладываете что-то в сеть, и люди постоянно читают это, то каждый раз, когда кто-то читает ваш пост, ангел записывает вам грех. Затем кто-то еще прочитывает, и ангел снова записывает вам грех. И каждый раз, как люди будут делать скриншоты и рассылать другим, ангел будет записывать вам грех. Все по причине этих простых движений пальцами. За них придется заплатить дорогую цену. Очень легко нажимать пальцами по экрану и печатать что-то. Чем больше людей будут делать скверные предположения о других людях, чем больше вы распространяете недовольство и возмущение против кого-то, тем больше грехов вам записывается. Снова и снова. Вы слышали о таком понятии, как непрерывная милостыня, благодеяния, которые постоянно записываются вам на счет. Если вы делитесь с чем-то благим, ваша награда увеличивается. Но когда вы делитесь с чем-то скверным, когда вы говорите или пишете что-то плохое о людях, то, что вы не должны говорить, вам постоянно будут записываться грехи. Вы не должны никого оскорблять, поскольку, если вы не будете этого делать, вы ничего не лишитесь. С вашего удела ничего не будет взято, ваша жизнь не улучшится. Если вы оскорбите или опозорите кого-нибудь, или подумаете что-то скверное о человеке, ничего в вашей жизни не улучшится. А наоборот, каждый раз, как кто-то прочтет ваш порочащий или оскорбительный комментарий, ангелы запишут вам грех. Каждый раз. И сегодня это стало в порядке вещей. Сегодня это сущий пустяк. И так Аллах Велик Он и Возвышен напоминает нам в этих аятах, во-первых, контролировать свои мысли, всегда находить оправдание для братьев и сестер по вере. Помните хадис, когда Пророк, Мир ему и Благословение, совершал обход вокруг Каабы и говорил, как сильно он любит Каабу? И он сказал, что честь верующего дороже для Аллаха, чем Кааба. Последняя часть этого хадиса звучит так, честь верующего дороже для Аллаха, и чтобы о верующем думали только хорошее. Мы должны думать только благое о верующих людях. Даже если вы узнали что-то скверное и нехорошее о верующем человеке, вам лучше не думать об этом и пытаться отбросить эти мысли. Или вспоминать какие-то положительные его стороны. А отрицательные стороны просто игнорировать. Главное – это оберегать свои мысли, свой язык, свои руки в сегодняшнее время от совершения грехов, за которые мы не сможем расплатиться в судный день. Это не какой-то пустяковый вопрос. Мы даже не завершили обсуждать эти аяты. Мы еще продолжим говорить о них. Я соединил эти три аята вместе, потому что они являются продолжением друг друга. Однако, далее Аллах продолжает учить беспечных людей тому, о чем они должны задумываться. Если бы это была какая-то единовременная тема, и одного аята было бы достаточно для прямого наставления, для понимания, то Всевышний Аллах ниспослал бы всего один аят об этом. Но Аллах вбивает в нас эти принципы снова и снова. Всего по этой теме было ниспослано 10 аятов. Один из них посвящен описанию нечестивцев, затеявших эту смуту. И 9 аятов о беспечных людях. Это говорит о том, где кроется настоящая проблема. Проблема в нас самих, когда мы становимся беспечными людьми. Поэтому, с позволения Аллаха, в следующих хутбах, мы будем говорить о следующих аятах, чтобы полностью завершить этот вопрос. Чтобы каждый из нас осознавал, насколько важно беречь достоинства и честь братьев и сестер по вере. Да сделает нас Аллах источником мира и безопасности для других. Да сделает нас Аллах из тех, кто притворяет в жизнь слова Пророка, мир ему и благословение. Мусульманин – это тот, от чьих рук и языка защищены другие люди. Я бы добавил в свете этого аята, что и от скверных мыслей тоже. Да сделает нас Аллах из числа тех, которые находят оправдание своим верующим братьям и сестрам, берегут их честь и достоинство. Да защитит нас Аллах от беспечности, и да сделает из числа тех, кто исправляет свои ошибки, совершенные в прошлом, каются перед ним за эти ошибки и просят прощения у тех, кого они обидели. Подписывайтесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые лекции. Поделитесь этим видео и помогите в распространении благого. Аркам ТВ. Развивайтесь вместе с нами! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова